Извещение о дорожно-транспортном происшествии или Европротокол составляют тогда, когда не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Если произошло столкновение, в первую очередь участники аварии должны убедиться в том, что нет пострадавших. Ни один из водителей не находится в состоянии алкогольного опьянения и не лишен прав. Никто не скрылся с места ДТП. Затем, если все условия соблюдены, нужно следовать простому алгоритму. Водители должны оценить обстановку, зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия, следы дорожно-транспортных происшествий с помощью фото-видео фиксации. Сделать фотографии таким образом, чтобы на них четко было видно, как располагаются транспортные средства по отношению к краю проезжей части, по отношению друг к другу, по отношению к объектам дорожной инфраструктуры, перекресткам, обочинам. Только после этого машину нужно убрать проезжей части и освободить проезд. Далее участники ДТП должны обсудить все обстоятельства и выяснить, имеются ли у них разногласия в оценке случившегося. Затем водители оценивают сумму ущерба. В случае, если ущерб выше 100 тысяч, или у автомобилистов есть разногласия в оценке обстоятельств аварии, или в ДТП участвовали более двух машин, или у кого-то отсутствует страховой полис, водителям необходимо для оформления дорожно-транспортного происшествия поехать в отделение ГИБДД, при себе иметь фото или видеозаписи и схему ДТП. Сотрудник, который производит оформление ДТП, опрашивает участника дорожно-транспортного происшествия, оценивает те доказательства, которые были им представлены, те материалы, то есть схему, фотоизображение, объяснение, и уже принимает решение по каждому конкретному ДТП о степени вины того или иного участника в совершении административного правонарушения, либо в его отсутствии. Если же ехать в ГИБДД не нужно, участникам ДТП необходимо заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии. Этот бланк, как правило, выдают страховой компании при заключении договора ОСАГО. Европротокол водители всегда должны возить с собой. После заполнения обоими участниками аварии извещение необходимо подать в страховую компанию для получения возмещения. Подробнее об оформлении Европротокола смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24 или на нашем канале в Ютубе. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.